Вопрос о создании на территории Ненинского округа лесопаркового зеленого пояса вокруг Наринмара остается открытым. С инициативой о формировании зеленого щита региональное отделение Общероссийского народного фронта выступило еще в августе 2017 года. Они тогда обратились в общественную палату Ненинского округа, предложив включить в зеленый пояс вокруг Наринмара прибрежную зону рек Печора, Тамарка, Куя, а также Казенное и Харитоново озеро. Предполагаемые границы зеленого щита обсудили на постоянной комиссии собрания депутатов по делам коренных народов Севера. Подробности далее. Вопрос сохранения и улучшения экологической ситуации в арктическом субъекте – один из главных для регионального отделения ОНФ. Создание зеленого щита вокруг населенных пунктов может быть самой действенной мерой защиты лесной и тундровой зоны округа, которое закреплено законодательством страны. С мотивированным ходатайством в общественную палату Ненинского округа обратилось региональное отделение общероссийского народного движения Народный фронт за Россию в Ненинском автономном округе. После поступления ходатайства в общественные палаты Ненинского округа были проведены общественные слушания, они признаны состоявшимися, на которых детально был обсужден данный вопрос. В целях сохранения экологической функции древесно-кустарниковой растительности и обеспечения благоприятной окружающей среды общественная палата Ненинского округа ходатайствует создание лесопаркового зеленого пояса общей площадью 58 236 гектаров. Предполагается, что зеленая зона будет располагаться вокруг Наринмара, прибрежной зоне рек Печора, Тамарка, Куя, а также Казенное и Харитоново озеро. Согласно федеральному закону об охране окружающей среды, в лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. То, что планируется включить в этот пояс, это точно на сегодня используется для ведения оленеводства. Если я правильно помню, ХАРП может быть часть еще ОПХ. В этой части, потому что закон говорит, 62 статья, что там будут ограничения, кроме рекреации, образования и так далее. В ведении оленеводства, в данном случае, если это колхоз, это реально, ну, грубо говоря, промышленное использование земли. Как скажется на правообладателях теперешних. То есть вот с этой точки зрения надо взвешивать очень серьезно. Этот вопрос, по словам общественников, решался ранее. И оленеводу в своей хозяйственной деятельности ущемлены не будут. На сегодня основная задача властей утвердить границы будущего зеленого щита. Мы должны понимать, что мы на сегодняшний день, в первую очередь, образуем и говорим о площади зеленого щита, который будет создан. Вопрос с границами, он будет решаться в дальнейшем. У нас есть предварительно границы, которые необходимы. И этим вопросом уже будет заниматься администрация Ненецкого автономного округа и усиленно их создавать. Вопрос о создании в Ненецком округе зеленого щита будет обсуждаться на следующем заседании комиссии. Администрации региона рекомендовано представить заключение по данному вопросу.